55 до 65 долларов вы скажете да ну это безумие всем привет ребята меня зовут богатейший ди держите рипл а он все падает жизненно надежды почти не остается когда твой актив падает на протяжении двух лет 693 дня именно столько дней альткоины находятся в медвежьем рынке и 94 процента именно столько ripple потерял в цене от максимального исторического пика разве это не вызывает бег мурашек по вашей коже и большое сожаление в душе что вы и ваши трудом и потом заработанные деньги в это вязались я иногда чувствую то же самое но совсем недавно я наткнулся на канал блокчейн бейкер на котором было едва ли тысяча подписчиков мое внимание привлекло одно из его последних видео где он рассказал почему холдеры рипла будут благодарить себя за то что выдержали столько боли и страданий тогда когда все остальные разочаровались и опустили руки конечно же я не смог избежать соблазна и перевел это видео дословно сохраняя даже оригинальные паузы ссылка на оригинал как обычно в описании а я надеюсь на вашу поддержку лайками и подписками если вы тут впервые благодаря этому канал очень быстро развивается и за крайнюю неделю на него подписалось тысяча семьсот человек это просто шок для меня спасибо ну и поехали всем привет это свежий анализ цены xrp это будет обзор на различные ценовые уровни которые являются целями следующего булрана сейчас мы находимся в 693 дне медвежьего рынка альткоинов и сейчас вы скажете о мой бог снова очередной прогноз цены надежды и оптимизма и вы окажетесь правы именно так и есть мы настолько глубоко в медвежьем рынке что очень легко потерять понимание того куда мы двигаемся потому что такое ощущение будто падение никогда уже не закончится и я уверенно заявляю люди и вот здесь чувствовали то же самое особенно когда курсы продолжали падать и падать и знаете что посмотрите как высоко мы находимся теперь даже во времена медвежьего рынка возможно ценовые движения немного отличаются но посмотрите на тайминг как он идеально совпадает и скоро придет время когда люди скажут о тебе так сильно повезло закупиться на низах а теперь цена находится где-то там наверху я хочу сказать что это будет не тебе так сильно повезло это будет заслуженная награда за весь путь боли и страданий пройденным каждым из нас терпеливым воздаст а и тем кто смотрит это видео тоже это будут люди преданные идеи и пережившие шторм поэтому поздравляю если вы один из них и мы уже почти у цели а начнем из того какие ценовые цели ставит булран перед xrp я уже рассматривал их в предыдущих видео но у меня появилось множество новых подписчиков поэтому будет не лишним показать им чего я ожидаю от ценовых уровней также мы посмотрим в прошлое и я покажу вам еще пару графиков кроме xrp такие как биткоин амазон и эфириум чтобы показать вам что ценовые цели которые я наметил являются абсолютно реалистичными но давайте нырнем в это с головой вместо того чтобы долго говорить об этом давайте просто нырнем в графике итак вот наш медвежий рынок прямо здесь вот так сюрприз да отличная работа товарищ обзорщик ты смог это определить мои поздравления вот этот инструмент и нам нужно всегда использовать для наших анализов итак если вы наблюдали за моим каналом то знаете что я люблю использовать анализ по фибоначчи да мы уже миллион раз об этом говорили но позвольте показать почему это так важно в этом видео это поможет нам понять ценовые цели на которые вам нужно ориентироваться еще один уровень вот здесь он называется разворот медвежьего рынка этот уровень находится на отметке которая равняется 70 процентному откату после падения я планирую небольшую часть xrp продавать именно здесь однако буду решать уже в то время когда это произойдет опираясь на происходящее событие на рынке однако давайте еще напомню вам прежде чем мы перейдем к следующим ценовым уровнем где возможно дам вам надежды оптимизм я не финансовый советник это youtube это развлечения у меня нет лицензии чтобы раздавать инвестиционные советы вам нужно принимать свои собственные решения и возможно это видео поможет вам провести свой собственный анализ свое собственное исследование чтобы принять собственное взвешенное решение но ни в коем случае не принимайте решение только на основе просмотра этого видео и так с этим разобрались продолжаем когда у нас будут новые исторические пики в новом бычьем рынке какими будут главные ценовые цели за которыми мы будем следить главная цель которую лично я выделяю в первую очередь это уровень по фибоначчи 4.236 это будет около 15 долларов за xrp если мы посмотрим например на эфириум то мы увидим что этот уровень действительно уважается участниками рынка мы начинаем от вершины отталкиваемся от низа медвежьего движения а после этого вы можете четко наблюдать что цена достигла уровня 4.236 по фибоначчи итак это будет первое движение которое я выделил давайте вернемся назад как с арпи чтобы я мог показать вам следующую ценовую цель после чего я объясню почему это важно давайте сдвинем этот уровень 0.236 на исторический пик так чтобы нижний уровень фибоначчи лежал на низах медвежьего рынка это дает нам ориентир на диапазон цены от 55 до 65 долларов эта цифра может немного отличаться на разных биржах поэтому давайте немного упростим пусть это будет 55 долларов кстати этот график построен на основе информации с различных бирж поэтому можно сказать что это средний курс со всех бирж например во время крайнего бычьего рынка в южной корее курсы были значительно выше это тоже нужно принимать во внимание на графике мы видим исторический пик в 3 доллара 80 центов но например на бинансе или полыни эти пики были ниже ну да ладно возвращаемся ко второй цели это будет диапазон от 55 до 65 долларов вы скажете да ну это безумие просто подумай какой будет рыночная капитализация xrp если его цена вырастет и до 55 65 долларов такое огромное движение ну просто невозможно я с этим не соглашусь потому что мы уже видели такие же огромные движения раньше вот вам пример прямо вот здесь мы достигли локальной вершины на уровне 0.236 откатились вниз а затем коснулись максимума на уровне 4.236 вы скажете ну ладно но сейчас то все изменилось сейчас мы наблюдаем такой сильный откат вниз что нет никаких шансов что это сможет повториться что же это тоже заблуждение сейчас я вам покажу как киев xrp были откаты например тот что сейчас девяносто четыре и шесть процента в крайнем медвежьем рынке откат составил 95 4 процента и затем цена резко выросла скажите мне разве безумием будет предположение что это снова может повториться я так не думаю наоборот я думаю что это абсолютно приемлемо например посмотрите на график амазона это просто обычные акции вот бычий рынок в 1999 году а дальше был откат а дальше был откат насколько же он был большим амазон потерял тогда девяносто пять процентов своей стоимости эта цифра вам ничего не напоминает девяносто четыре девяносто пять а что потом сделал амазон посмотрите на это вот это падение здесь посмотрите куда он вырос вообще поэтому я не считаю нереалистичным думать что это произойдет и здесь я думаю что это очень вероятный сценарий который может произойти но мы возвращаемся к этой цели и спрашиваем себя если мы думаем что это возможно если это то что произойдет зачем нам даже думать о фиксации прибыли и продажах вот здесь на уровне 15 долларов все дело волнах эллиота я не берусь утверждать наверняка но думаю что все-таки стоит принять во внимание вероятность этих событий и так вот наши волны первая волна вторая третья четвертая пятая обычно если речь идет о пятой волне цена уходит на уровень 4.236 по фибоначчи и вы можете увидеть подтверждение этому на графике эфира эфириум продемонстрировал такой же сценарий о котором мы говорили начиная от вершины на 0.236 цена достигла уровня 4.236 здесь далее эфириум повторил это и цена даже выскочила еще выше но затем на финальной пятой волне вот вот первая вторая третья четвертая пятая и на пятой волне цена опять двигалась конкретно к уровню 4.236 по фибоначчи и это то же самое что будет ситуация когда xrp будет торговаться приблизительно за 15 долларов то есть это будет вот этот ценовой уровень за которым я буду внимательно следить зона около 15 долларов а затем если xrp снова повторит крайние движения мы будем нацелены на 55 долларов вот здесь после чего будет самые огромные события которым я даже снимал отдельное видео оно кстати говоря самое просматриваемое на моем канале в нем я рассказывал о цене за xrp 589 долларов это вполне реальный курс если мы смотрим на предыдущие фракталы и так если мы учитываем этот уровень 4.236 по фибоначчи очевидно что некоторые булраны зажигают цены даже выше него как вот здесь например когда цена выросла на 780 процентов и так что же произойдет если это снова повторится вы видите эту цифру у правого края вашего экрана 589 итак это третья ценовая цель и технический анализ показывает что все три цели возможны это главные цели которые я себе поставил однако я все еще думаю что у нас есть шансы увидеть курс на уровне 15 15 половиной центов возможно и нет я кипячусь в этом чайнике достаточно долго и все кто в этом деле находятся годами знают что поймать дно очень сложно очень очень сложно намного проще поймать вершину потому что вершиной вы хотя бы можете измерять сеткой фибоначчи но измерять сторону понижения значительно труднее поэтому я использую стратегию накопления просто накапливаю накапливаю потому что найти дно на этом рынке очень сложно очень много людей смотрит на прошлое и пытается понять где будет дно сейчас именно поэтому так много людей и теряют деньги потому что если вы накладываете прошлое даже эти ценовые уровни такие разные и смотря на эти фигуры вы не сможете прийти к очевидному выводу мол ах вот почему здесь было дно это имеет какой-то смысл поэтому я использую эту стратегию в настоящем чтобы вычислить сегодняшнее дно я думаю единственное что вы сможете подчеркнуть из прошлого по падениям это тоже что произошло и с биткоином сейчас переключусь на рыночную капитализацию биткоина и поясню если вы посмотрите на капитализацию биткоина вы можете увидеть что у него было падение вниз в 2014 году около 83 процентов а затем в 2018 так же падение на 83 процента по рыночной капитализации давайте используем такую же методологию для рипло xrp здесь у нас 95 и 4 процента падения если мы перенесем размер этого падения на актуальную картину то увидим что xrp еще может падать до 15 16 центов так что для этого движения вниз все еще есть место это и будет финальным движением xrp я не знаю точно да и никто точно не скажет но как я и говорил дно реально тяжело вычислить намного проще выяснить точки когда нужно выходить из рынка фактически это все что я хотел вам показать ребята давайте еще раз повторим вы смотрите на уровне фибоначи берем первую цель на уровне 4.236 вторую цель вот здесь это 55 65 долларов на уровне опять же 4.236 и наконец когда мы отмеряем от предыдущих фракталов получаем третью цель 589 долларов и так могу ли я сказать что я пропущу две первые цели потому что нацелен на самую высокую да ни в коем случае я лично собираюсь фиксироваться немного здесь большую часть вот здесь а затем оставлю обязательно оставлю немного для самой высокой цели это будет то что меняет жизнь это будет просто великолепно это будет сказочно я не скажу что это катастрофически поменяет мою жизнь но сделает ее намного более комфортной уж точно это будет абсолютно жизнеменяющим фактором для многих конечно кто знает как оно будет об этом даже фантазировать сложно потому что нужно держать свою реальность и ожидания под контролем потому что если вы не фиксируете первую цель и ждете вторую а затем не фиксируете вторую и ждете третью то скорее всего вы закончите снова продажами после больших падений о мой бог у меня есть собственный план по выходу из рынка XRP тут здесь еще больше ну и здесь то что останется и так повторяю мои цели 15 долларов 55 долларов и скажем 555 короче много пятерок что ж ребята давайте будем закругляться видео получилось длинным я уже устал его переозвучивать во второй раз потому что первый раз почему-то не получилось всем привет ребята меня зовут богатейший де держите риппл поэтому пожалуйста тыкните на эту кнопку лайка для вас это не сложно а мне приятно если вы еще не подписаны на мой канал пожалуйста подпишитесь и нажмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео а то ютуб любит не присылать уведомления и как всегда это не финансовый совет а я не финансовый аналитик меня зовут богатейший де подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями комментируйте и обязательно богатейте до скорого до скорого